Доброе утро! Сегодня у меня очень важное слово. В одной из своих проповедей на тему усиленная молитва я говорила о том, что сделала выводы, какие Евангелие для чего можно использовать. Говорила, что Луки хорошо для тех, кто болеет, Иоанна для тех, кто ходатайствует за больных, а Матфея для тех, у кого есть какие-то финансовые проблемы. Сегодня я получила откровение о Евангелии от Марка. Бог сказал Петру, что ты камень и на сем камне я построю церковь свою. Бог сказал Петру, Петр, ты камень. Это основание для церкви. Сейчас признаки последнее времени находят все. И евреи тоже ждут Машеха. Для них это будет пришествие Сына Божьего. И как бы первое. Я так понимаю, что сольется все в единое. Для христианства это будет второе пришествие Христа. Для евреев первое. Это тоже Божья благодать. Так вот, Евангелие от Марка. Да, Бог многое сказал мне сегодня через Марка. Конечно, я это местописание хорошо знала. Вот. Но это большая очень сила о субботе. Я твердо говорю, что суббота очень важна. И те овцы, которые сейчас противятся, они, конечно, овечки Божьи, но они противятся. Они начинают спорить. Ну, потому что они не знают, что вечность на земле. Потому что они думают, что они умрут. И там будет вечно с Богом. Ну, так как я говорю, что жизнь очень длинная и мы не одни во Вселенной. Бог не может быть со всеми. Ну, может и может быть со всеми. Но Духа Святого он дал в залог, запомните. То есть он его забирает. А мы должны уже сами жить праведно и не огорчая окружающих. Каждый отвечает за себя. Вот. Так вот, Марка, Евангелие. Это важное слово. Почему? Потому что Марком называет Пётр сын. Он говорит, сын мой Марк. Он так говорил. Пётр отзывался о Марке, что ты мой сын. Ну, вот тебе основание. Сын. Понимаете, вот это местописание, которое для меня открылось и вообще открывается в субботу. Услышав все, Иисус говорит им. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников покаяния. Потому что его обвинили, что он исцеляет в субботу. Ну, конечно, я уже говорила об этом, что суббота как раз и есть для исцеления. То есть многие сейчас ищут чудес. Вот прийти в церковь, поехать в монастырь. И все. Здоровые. Поехали дальше грешить. Выздоровели с любыми очками. Может, сказали Богу славу, может, не сказали. Поехали дальше жить своей жизнью. Нет, так не бывает. Надо уже обращаться. И от греха тоже. Дальше. Так вот, знамение суббота. И Бог говорит, что уже не будет никаких чудес, кроме сына, который пребывает, как и он, пророк, в очевик кита три дня и три ночи, так и сын. Понимаете? Вот это все знамения. Это все чудеса. Иисус только заинтересовывал людей своими чудесами в свое время, 2000 лет назад. А сейчас уже надо обращаться. Сейчас нужно уже... Я уже говорила, не чудес нужно, а от грехов отказываться. Понимаете? Вот. И единственное чудо для человека остается, это то, что когда он соблюдает субботу, ищет Бога, освящается и приходит благодать. Субботу соблюдать непросто, потому что окружающие на тебя давят. Особенно там, где это все не в традиции, когда уже все перекручено, люди говорят, это воскресенье, но Бог от себя не отвернется. Он святой. Если Он сказал суббота, седьмой день, то это суббота для всего населения. И таким образом Бог показывает, что Он хочет объединить всех в это время. Но я уже говорила, что в воскресенье можно. Бог отступил, чтобы, может, люди два дня отдыхали там, допустим, или посвящали себя... Не знаю, чему там. Ну, чему уже придумают. Вот. По-разному. Для меня суббота это отдых. Потому что, во-первых, я соблюдаю субботу в посвящении Богу. Во-вторых, я нахожу покой, что я отдохну. Это уже установка. Господин субботы. Иисус, Господин субботы. Я отдыхаю даже от мысли, что вот приближается тот день, когда у меня не будет суеты, когда я не буду себя напрягать какими-то трудами. Понимаете? Это и моральный отдых тоже, в первую очередь. Я не говорю, что вообще не работает. Я могу какое-то дело там довести до конца, но ничего не буду начинать в этом деле. Вот. И покой... Если тебе покой дает какое-то время, дает твой порядок, там, допустим, то можно что-то сделать, но не напрягаясь. Вот. Ну, может мне не все открыто, но Бог святой. И Он облючит меня, если что-то не так. Но факт остается фактом. Дальше. И что происходит? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И пришел призвать не праведников, но грешников к покаянии. Сейчас можно это тоже говорить, потому что люди осуждают еврею. Почему-то ненавидят еврейский народ. Многие... И вот я общаюсь с русскими сейчас, потому что там затронула их тему больную. Грядущий царь. Они ждут царя. Вот. И у них такое ненавидское время. Я открыла одну страничку. Там все это вот обвиняется евреям. Все вокруг. Все евреи-олигархи. Не знаю, почему там все евреи-олигархи. Ну, видно, избрание Божие и так приходит. Ну, надо с чем-то смиряться. Дорогие мои, надо с чем-то смиряться уже. Понимаете? Вот. Конечно, написано, что не весь Израиль спасется. Может, они на очень скользком пути. Но с другой стороны, не богатство грех, а жадность грех. Понимаете? Если они не платят своим олигархам, не платят зарплату нормально, да, они очень согрешаются. И они очень согрешают перед Богом. Это большое зло. Вот. Ну, для этого и дан президент, чтобы он как-то распределял эти блага. Я не знаю, как президентом управлять. Но это тоже неправильно. У нас не получается ничего. Правильно? Что там? Что Зеленский хочет? Он хочет сейчас починить себе олигархов. Но это очень сложно. А мы терпим на шкуре только беду. Вот. Да. То есть, к сожалению, нету справедливости. Я с самого начала так говорила. Единственная справедливость, это находить покой. И Бог многим приготовил его. Радость в жизни. Радость в жизни от того, что у тебя есть любимый человек. Радость в жизни, что у тебя там родные люди рядом. И мы ждем воскрешения мертвых. Тоже счастье. Вот. Но я на своей шкуре, говорю, прожила долгие годы. И в детстве у нас не было достатка. Бедные были. Как-то так не просто было. Ну, не скажу, что мы не голодали, конечно. Слава Богу. Но и в юности, на работе. Ну, было сложно. Всегда было сложно. Но, вы знаете, человеку не так много надо. Вот. И не надо роптать. Бог не любит ропота. Понимаете? За все благодарите. За все благодарите. Поэтому я призываю людей соблюдать в субботу. Вы будете больше благодарны Богу, если будете организовать свою жизнь так, что люди, извините, а у нас суббота. Бог сказал соблюдать субботу. И дайте мне покой. Очень непросто, конечно. Мои родственники даже обижались. Было время, что я не брала трубку. В субботу просила меня не тревожить. Некоторые специально звонили. Вот такое какое-то вот настроение у людей такое, знаете, вот зацепить, обвинить. Это очень тяжело. Люди злые по природе своей. Люди злые в том, что осуждают постоянно. Кого-то закопать, кого-то обвинить. Это очень сложно. И родственники. Поэтому написано, что враги человеку домашнего это почувствовала. Именно в соблюдении субботы я почувствовала на себе вот этого враги человеку домашнего. Почувствовала это. Это очень сложно. Вот. И я благословляю, конечно, моих родных. Вот. Я, конечно, люблю маму мою. Я верю в воскрешение. Но вот она как-то перепутала последний раз. Мне перед смертью что-то позвонила мне в субботу. Говорю, мамочка. Видно, она уже болела. Я говорю, мамочка, сегодня же суббота. Она говорит, ой, я забыла. Вот. Ну, Бог нас любит. Вот. Но, понимаете, написано, что ты не до крови боролся против греха. Понимаете, приходится, чтобы установить что-то, какой-то порядок, приходится очень много бороться. И вы заметите, что у нас произошло во Вселенной. Насколько я делаю вывод, и это так оно, наверное, и есть. Когда в Израиле приняли решение уже не соблюдать субботу, уже хотели. Это ступничество очень страшное. У нас весь мир поразила страшная корона. Корона. Инфекция. Понимаете? Вирус, да? Дело в том, что вот так вот Бог сделает. Это свидетельство того, что мы должны жить на земле. Понимаете? Если мы сейчас отвернёмся от Бога, если евреи вот так вот перестанут Ему поклоняться, это страшно. И об этом нам надо кричать всем. Поэтому я вспоминаю пророк, который кричал в субботе уже. Ну да, видно, ему Бог показывает. Но нужно аргументами. Не криками, не визгами, не истериками. Аргументами. Почему суббота? Потому что Бог святой. И вот дальше. И случилось, что Ему в субботу... Значит, о чём я говорила? О том, что врачи нужны нездоровые, но больные. Мы все больные. Мы все болеем, правильно? Сейчас все подчиняются Богу. И дальше там говорилось о постах перед этим. Но Иисус говорит, что придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будет поститься в те дни. Никто в ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани, иначе вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи в ветхие, иначе молодое вино прорвёт мехи, а вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Ну, тут, конечно, большая мудрость, но Бог хочет всех спасти. Бог хочет всем дать благодать. И новым, и молодым, и старым. Но вино одно. Это Иисус Христос, который сказал, что ни одна йота, ни одна черта не уйдёт из закона, пока не исполнится всё. Бог от себя отречься не может. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. И ученики вот дорогой начали срывать колосси. А фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним? Как вошёл он в Дом Божий при священнике Авиафари и ел хлебы-предложения, которые не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Не человек для субботы, вы понимаете? Не издевается Бог над людьми, понимаете? Понимаете? Не издевается. Не сказал вот я такой, давайте, делайте всё, что я хочу. Это наше, это откровение вечности просто. Это просто откровение для вечности. Потому что, правильно, если думать, что мы умрём где-то там, куда-то окажемся, то, конечно, какая разница, соблюдать субботу здесь или не соблюдать. А если вечность на земле, то это очень важно оказывать. Суббота для человека, понимаете? Чтобы продлевать нам жизнь, чтобы дать покой, чтобы мы не попали в какие-то беды. Потому что я вижу, как люди погибают в субботу, сколько аварий в субботу. Потому что, когда говорят, какая разница в субботу или в воскресенье. Потому что ангелы отдыхают. Когда? Как вы думаете? Как вы думаете, когда отдыхают ангелы? Когда у нас опасность, что нас не защитят? Когда, я уже смеюсь, овца упала в колодец. Иисус говорит, ты не будешь доставать её в субботу? А почему-то овца упала в колодец. Овцы – это те люди, которые не слушают Бога. Вот эти овцы и попадают в беду, понимаете? Или кто-то из других овец там попадает в беду. Как я говорю, Марина погибла в субботу. Может, выехали в тот же день, но очень поздно. Приехали с утра, выступили сразу назад один водитель с Киева до Львова. Извините. Кому скажи, глупость, правда? Настоящая человеческая глупость. Там, видно, никто не молился. Только два человека – Марина и водитель, где проголосовали, что против этой поездки. Против все остальные безумцы. Понимаете? На авось. Понимаете? Вот вам цена субботы. Овцы командуют парадом. Вот. Сын человеческий есть господин и субботы. Конечно, сделать добро можно в субботу. Ну, потерять жизнь, наверное, поэтому есть воскрешение. Можно пожертвовать ради кого-то жизни. И дальше. Следующая глава Марка, 3 глава. Да. Вот самое важное. Вот сейчас будем говорить о разных там верованиях. Что правильно, что неправильно. Вот у евреев суббота. Евреи – это Божий народ. Вот для чего нам Бог дал евреев на земле? Чтобы над ними издеваться, уничтожать их? Вы что, фашисты? Или отрекаться от этих слов? Бог единый. И написано, что если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Вот царство разваливается, понимаете? Разваливается. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его. Понимаете? Если ты сильный, почему тебя связывает болезнь? Потому что ты не живешь благодать. Ты вежий, ты верующий, ты христианин. Но ты осуждаешь. Ты отрекся от какой-то заповеди. Ну ничего страшного. Какая разница, суббота или воскресенье? Нет. Большая разница. Истинно говорю вам, будет прощены с нам человеческим все грехи и хуления, какими бы не хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощением обек, но подлежит он вечному осуждению. Так не Дух Святой нам давал заповеди? Не Дух Святой нам давал десять заповедей? Так это хула на Духа, правда? Не соблюдать одну из заповедей, это хула на Духа. Он сказал, сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый Дух. И пришли матери, братья ему, и стоя мне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказал ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, мне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию? Тот мне брат, и сестра, и мать. Печальные слова, понимаете? Давайте будем друг другу братьями, сестрами, будем действительно теми, кто любит Бога, кто боится Бога, кто не хочет огорчения. Живем? Давайте будем жить. Потому что, если нам так нравится осуждать, то это очень страшно. Да, и ангелы святят в субботу. Если в субботу человек погибает, то только потому, что его ангел пошел отдыхать. Быть волосы будем Последние Субботу субботу субботу